Русь моя и воля, и не воля, не понять, но мол не докрой. Таким составом узловой совет ветеранов железной дороги собирается часто. Ко всем основным датам активистки подходят тщательно, готовят угощения на стол, разрабатывают программу праздника. Большая роль и хора совета ветеранов. Пересматривается репертуар, чтобы подходил к тематике дня. Наши женщины бросают дома, там дела бегут, и мы выезжаем на линии, мы ходим в организации, поем. Мы, видите, для того, чтобы провести это мероприятие, мы тоже очень много готовились. И каждый раз мы готовимся именно тематические песни. Хору «Вдохновение» в этом году исполнилось 10 лет, и юбилейная дата для его участников много значит. Несмотря на сложности, женщины продолжают вести активный образ жизни. Многие из них также увлекаются рукоделием и кулинарией. Ко дню матери в Совете ветеранов решили не просто собраться вместе. Подготовили стенды с книгами и журналами, посвященными мамам. Организовали выставку рукоделия. Вся эта вышивка, вязание, квилинг принадлежит одной из активисток Совета – Лидии Федоровне Кондратьевой. В основном это я занялась уже, когда ушла на пенсию. До этого я там, ну, вязала, может быть, там что-то там, ну, так вот, рисовала. Ну, это было не… А сейчас делать нечего. Кто там? Управился по дому. Зоопарк свой накормлю – и вперед. Совет ветеранов железной дороги сотрудничает с депутатом законодательного собрания Валерием Каном. Он здесь частый гость. От его имени мамы и бабушек поздравили и в этот раз. Они собираются вместе, занимаются рукоделием, в принципе, занимаются воспитанием не только своих внуков, но и воспитанием молодежи патриотическим. Как бы таких людей нельзя ни в коем случае не то, что даже забывать. Нужно особое внимание им уделять, поддерживать во всем. Мы в своей работе в чем можем, в чем можем быть полезны, в том и пытаемся. Активисткам у главного совета ветеранов железной дороги вручили приветственные адреса, подарки и цветы. Наталья Зайцева, Анна Маринец, Александр Синельников, Телемикс.